Представлены прически мода того времени. Косы заплетали, завивали. Греки вообще считали себя потомками арийцев. Это нос, греческий профиль, откуда еще звучит эта фраза, нос с переносицей, как бы он слит. Важно сказать такой момент, что вообще культ тела в Древней Греции был очень-очень высок. И если даже стояла задача перед художниками создать скульптуру победителя, ну, может быть, там где-то какой-то рельефчик не был на теле в таком, скажем, виде, который они идеализировали тело. Важно было показать максимально красивое, красиво-идеальное тело. Поскольку греки считали, что если тело внешне так прекрасно, то, соответственно, так же прекрасна и душа, и внутренняя составляющая человека. Поэтому на теле это был, ну, может, просто культ тела был у Древних Греков. Вот вам вазопись, о которой я говорила. И здесь мы видим, вообще был сильный психический пафос, так называемый, Минотавр и Кентавр. Важно было человеку победить в себе зверя. Вот то животное начало, которое существует в человеке, важно было его победить. Да, вот, собственно, в, скажем, и в нашей психологии, в нашем, скажем, внутреннем мире мы тоже над этим работаем. Элементы архитектуры. Греки, как я уже сказала, дали очень хорошие идеи в строительство архитектуры. Но, к сожалению, они были хорошими архитекторами, но строителями были не очень хорошими. Они не могли рассчитать нагрузку, ту нагрузку, которая должна была нести на себя вот всю эту архитектуру. Поэтому от архитектурного зодчества до наших времен дошли буквально, ну, ошметки. Вот вам место развлечений, театры. Скажите, не так ли у нас сейчас выстраивается архитектура? Вот откуда мы черпаем эти идеи. Здесь важно, что есть сцена, на которой выступают люди. Сначала это было небольшое количество людей, один, два, потом там был так называемый хор. И полукругом сидели люди, которые все наблюдали за этим действием.